В конце прошлого года, именно в ноябре, благотворительный фонд поддержки социального развития города Кумертау, совместно с администрацией города Кумертау, совместно с МПЦ «Самоцветы» и его структурным подразделением «Центр адаптации «Современник» для детей и молодежи с нарушением зрения членов их семей» и совместно с Салаватской епархией приняли участие в конкурсе, объявленном Министерством труда и социальной защиты Республики Башкортостан, который был объявлен для НКО в октябре-сентябре прошлого года. Там выделялись впервые очень большие средства. Это проект Республика выделяла 30 миллионов, Российской Федерации 18 миллионов. И вот эти средства должны были распределиться между победителями. Мы с благотворительным фондом в этом приняли участие и выиграли этот проект из числа других 70 победителей. То есть мы стали одним из победителей в номинации «Социальное направление» и получили очень хорошие баллы. Буквально мы стояли в рейтинге всех остальных проектов на четвертом месте, то есть из 70. Достаточно это высокая оценка нашего проекта. И нам по решению комиссии, в которой было 17 членов, было принято решение нам выделить 710 тысяч на реализацию нашего проекта. Наш проект называется «Ликотека здоровья. Адаптивная семья». Что такое «Ликотека здоровья»? То есть этот проект – это вообще то, что еще никогда не было. И вот по моему мнению, что сам термин «Ликотека здоровья» – это новация само по себе. Адаптивная семья – это тоже некий новый термин, который характеризует самую работу, какая будет проводиться работа и для кого. «Ликотека» означает некое развивающее пространство, в котором происходят некие такие интеллектуальные вещи. Оно так, как у нас называется «Ликотека здоровья», а здоровье делится на нескольких таких подразделов. Это и функциональное здоровье, интеллектуальное, творческое здоровье, психоэмоциональное. И вот все вот эти направления в нашей «Ликотеке здоровья» будут охвачены. Наша социальная программа делится на три блока. Это блок – это такой просветительский блок, игротехнический, в котором будет создана секция по настольным играм, специальным для незрячих. То есть игры в нем будут приспособлены, тактильные, с брайлевским шрифтом. Для слабовидящих будет специальное устройство, которое будет увеличивать, допустим, мелкий шрифт и так далее. Потом будет как отдельное такое внутри направление – это развивающие игры, такие как шахматы, шашки, нарды. Сейчас вышли в последнее время очень интересные игры, такие как «Монополия», «Судоку», «Кубик Рубика». И все это адаптировано для незрячих людей. То есть они или распечатаны по шрифту, брали, или еще каким-то образом адаптированы. То есть такая инновация. К сожалению, это в основном импортные товары, и они достаточно очень дорогие. И поэтому мы можем себе позволить это только в рамках реализации как раз этой социальной программы. Следующее направление – это адаптивно-оздоровительное направление, которое в свою очередь делится на два таких блока больших. Это оздоровительно-адаптивная секция, в котором будет происходить оздоровление именно функциональное, оздоровление организма. То есть там будут закуплены тренажеры, гимнастическое некое оборудование, которое будет и удобно, и безопасно для нашей категории. И что очень немаловажно, здесь будут участвовать, поправлять здоровье, развивать свое функциональное состояние не только дети, но и их родители, и членов их семьи. Потому что семья, в которой есть ребенок-инвалид, это единый организм, в котором адаптация не может проходить только конкретно какой-то личности. Потому что нужно создавать и условия не только внутри семьи, адаптировать саму семью, но и адаптировать социальные объекты, инфраструктуру, информационную доступность. Тоже на этом на всем надо обращать внимание, и поэтому как раз комплексно мы к этому подойдем. В феврале это будет старт-презентация нашего проекта «Лекотека здоровья», где примут участие все партнеры нашего проекта. Это представители администрации, министерства, Салаватской епархии, благотворительного фонда, самоцветов, современника и так далее, и так далее. Социально ориентированные организации. Затем у нас будет открыта работа вышеперечисленных секций. Начнется уже такая рутинная, повседневная работа. И уже с мая у нас начнутся мероприятия. В мае у нас планируется проведение турнира по настольному теннису для детей, в июне по настольным играм для детей. В июле у нас планируется очень крупное мероприятие. Одно из центральных мероприятий нашего проекта – это семейный интеграционный слет, букет ромашек, который будет посвящен Дню Семьи, Любви и Верности, в котором примет участие минимум 100 человек. Это будет проходить на туристической базе. Здесь будут организованы различные площадки, мероприятия, игры, турниры, соревнования, конкурсы и так далее, и так далее. Этот слет ожидается, что станет достаточно популярным, актуальным, потому что мы его уже проводили полтора года назад, в прошлом году. У нас не получилось, потому что все-таки финансирование необходимо для таких мероприятий. В этом году надеемся, что пройдет на ура. Потом в августе и в сентябре у нас планируется турнир по настольным играм для взрослых, в сентябре турнир по настольному теннису для незрячих, тоже для взрослых. И в сентябре будет круглый стол, посвященный итогам реализации нашего проекта. И по вопросам, которые будут возникать в ходе реализации проекта, так как в сентябре пройдет же некий такой мониторинг, конкетирование целевой аудитории и благополучателей, целевой аудитории, на которую ответят они вопросы. И те проблемы, которые выявятся, мы тоже их поднимем, чтобы это обсудить, и для того, чтобы социальная программа могла продолжать свое действие и после окончания реализации финансирования, чтобы она не оставалась в стороне. Чтобы та база, которая будет заложена, и техническая, и ресурсная, и кадровая, могла как-то реализоваться и помочь дальше незрячим детишкам, их семьям реализовать свой творческий потенциал, человеческий потенциал, функциональный, интеллектуальный и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok